Кант не устраивал прежде всего тех, кто мыслил философское занятие как проект. И речь идет о том, что в Греции не работает, в общем-то, привычное разделение на теоретическую прикладную мысль. Напротив, понимание философии как мудрых советов, оно оставалось у греков, несмотря на все величие античной и патриотической теоретической традиции. И как только в Грецию стало проникать просвещение, оно сразу приняло различные формы, в том числе и форму религиозного просвещения. Существовал, например, проект Афонской академии, которая работает до сих пор, Афониада. Один из ее создателей, Евгений Вулгарис, потом был участником греческого проекта Екатерины II, равно как и ряд других просвещенных греков. Именно они обосновывали греческое просвещение как необходимую часть интеграции Греции в мировое пространство, тогда порабощенный турками. И под этим просвещением понималось в том числе усвоение современной новой философии. И ее преимущество обосновывалось тем, что если старая философия представляет собой мнение, и что античные философы высказывают доксой мнение, даже если они настаивают на истине, то современная философия, начиная с Декарта, все же предлагает некоторый метод, благодаря которому мы можем отделить истинные высказывания от неистинных. Здесь интересные произошли перипетии с обратно переводом на греческий язык, в частности того самого слова method, methodos, когда это слово вновь появилось в греческом языке, то оно было воспринято в том числе в риторическом ключе. Methodos как способ построения текста, при котором тоже ряд сомнительных утверждений, ряд вероятностных утверждений в конце концов по совокупности приводит к утверждениям истинным. В этом смысле и Декарты, и Лок, и Юм, при том, что в каком-то другой перспективе они могли бы быть восприняты как мыслители скептического плана, были прочитаны совершенно по-другому, как мыслители, которые высказывают множество гипотез, но в конце концов приходят к некоторому достоверному знанию, даже если прямо не смыкаются с богословием. Но, соответственно, сразу же вопрос, ну как можно выводить какие-то богословские положения из наследия тех мыслителей, которые никак с богословием себя не в сопоставлении. Здесь уже греческие просветители, как, например, Иосиф Массиодок, там как тоже Евгений Вулгарес, их достаточно много было в XVIII веке, они накладывали своеобразную сетку, а именно, что они утверждали, что, собственно, философия — это наука не о благе как таковом, как считала античная философия, а о благах во множественном числе. Та агатта говорилось, а не то агаттон. Что такое благо во множественном числе? Имейте в виду, что философия обеспечивает человека как телесными, так и душевными благами. При этом апелляция шла, разумеется, не к высказываниям философов, не к вершинам философии, как мы привыкли, изучая историю философии, учащаясь на философских факультетах, а апелляция шла к широкому пониманию философии как науки вообще, причем к пониманию нормативному как для высокой порты, как для османской имбири, так и для систем университетского образования на Западе. Когда биология, химия относятся к философии, и, следовательно, в XVIII веке любые усовершенствования жизни тоже объясняются как обязанные философии. То, что есть водопроводы, этим мы обязаны философии не меньше, чем тем, что у нас есть некоторые благие мысли и некоторые благие высказывания. И, соответственно, здесь происходила очень такая интересная подмена, что бралась, по сути дела, этическая риторика и переводилась в такой гносиологический реестр. Говорилось о том, что, разумеется, и блага, и тело, и блага души имеют свои границы. Но границы благ тела, они ограничены физическими возможностями самого тела, а блага души ограничены, собственно, той нравственной пользой, которая полностью зависит только от воли Бога. То есть, получалось, бралась за основу риторика ограниченности любого блага, то есть, вероятностная риторика, но она сразу переводилась в антологический и гносиологический регистр, и в результате получалось, что то, что надумали европейские философы для условного образованного греческого епископа, оказывалось таким новым богословием, которое учит и о благах тела, как подтверждающих премудрость Божию при сотворении мира, и о благах души, позволяющих понимать волю Божию как априорную, как невыводимую из явлений мира, но как проявляющуюся в том, что мы опознаем нечто как благо. Здесь, чтобы понять, как был воспринят Кант и как появились первые переводы Канта, нужно понять, как, собственно, понималось в связи с этим откровение. Собственно, откровение понималось вполне как церковными, так и светскими деятелями тогдашней Греции. И в этом смысле, например, Евгений Волгарес ничем не отличался от позднейших скептиков, критиков и масонов, как, допустим, Адамантиас Караис, один из создателей уже идеологии независимой Греции. Они все понимали откровение, как прежде всего регулятив социального благополучия, что откровение, оно учит людей быть спокойными и постигается разумом, и при этом стоит выше разума. Почему, собственно, понадобилось откровение? И этот вопрос постоянно задавался. Зачем необходимо откровение, когда вроде бы некоторые нравственные принципы, они выводимы из той мудрости, которая вложена Богом непосредственно в людей? А на это отдавался очень простой вопрос, что человеческий разум, он всегда немножко гедонистичен, что существует кроме, собственно, функции разума, существует определенная гносиологическая наклонность разума. Опять же, здесь в основе, опять же, лежал, как вы понимаете, не философский, а риторический аргумент. Собственно, риторика обычно как раз основана вся на гедонистической топике, и риторика как раз выводит из того, что мы, допустим, устаем, хотим есть или хотим спать, в том числе и определенные пожелания наши в отношении, например, познания событий, что мы познаем то, что нам приятное. И уже из этой топики приятности выводится значительная часть таких философско-риторических положений. Соответственно, здесь Кант сначала начал восприниматься как критик той линии, которую называли эпикурейской. То есть любую полемику Канта и с Юмом, и даже с Мальбраншем прочитывали внутри некоторого общего противопоставления богословия и эпикурейства. Это в чем-то напоминает там советский тип чтения, когда есть материалисты и идеалисты, есть всегда их противостояние, и нужно выяснить сначала, к какому лагере кто относится, а потом уже определить пользу от этого мыслителя. Но в отличие от советской системы, в которой материалисты и идеалисты назначались дискульсивно, в этой системе просто говорилось о том, что в принципе любой философ потенциальный эпикуреец, рано или поздно он будет настаивать на том, что познание прежде всего имеет гедонистическую функцию, что рано или поздно любое философское учение соскальзывает в гедонизм. И, например, Афанасий Псолидас, первый пропагандист Канта на греческом языке, утверждал, что, по сути дела, допустим, Демокрит был еще честным мыслителем, а, например, эпикур уже был гедонистом. И это подтверждает то, что следующие поколения в любой философской системе соскальзывает в гедонизм, а при этом, что является ли философ, например, атомистом, отрицает ли он античных богов или признает, это не так важно для христианского домостроительства спасения, которое, в конце концов, основано на разуме откровения и к тому и другому непосредственно обращается единый бог. И, соответственно, Афанасий Псолидас, он выступает как защитник откровения. И как раз он начинает, в том числе, впервые цитировать Канта в связи с защитой откровения. И, в частности, он говорит о том, что Кант показывает, что далеко не всякое суждение, оно имеет некоторую цель вообще. Потому что он говорит о том, что обычно философы, большая часть философов, в том числе античных, настаивали на том, что философия доставляет наслаждение. Что, в конце концов, оно должно каким-то образом обустроить социальную жизнь, но в этом тоже есть некоторая хитрость, что и обустройство социальной жизни тоже будет служить индивидуальному наслаждению философов. Даже Платон порицает за то, что, в конце концов, он строил идеальное государство, чтобы дважды им насладиться. Сначала насладиться им как некоторой интеллектуальной моделью, а потом насладиться уже непосредственно жизнью в этом государстве. Здесь, конечно, очень интересно заимствуется некоторая топика барокко, согласно которой, в общем-то, интеллектуальное наслаждение, то, что спино за амор интеллектуалис, потом будет воспроизведено и в некоторой практической деятельности. И, по видимости, Псолидас действительно верил, что Платон собирался построить, собственно, идеальное государство уже при своей жизни, но ему это не удалось. И, конечно, здесь мы в таких рассуждениях видим, на самом деле, такой перенос в психоаналитическом смысле, потому что, бесспорно, греческие председатели собирались строить свободную Грецию, и считали, что уже при жизни Екатерина II освободит, или ее преемники, соответственно, Александр I освободят Грецию, и они смогут построить государство, в голове которого стоят философы. И дальше Псолидас рассуждает, что мудрые философы новой Европы, такие как Декарт и Лок, он называет прежде всего эти имена, они показали недостаточность гедонизма для философской аргументации, что могут существовать те положения, которые заведомо не гедонистичны. В частности, картезианская когета он считает таким принципиально не гедонистичным положением. Но дальше продолжает Псолидас. Беда этих философов в том, что, утверждая, что существуют некоторые высказывания, лишенные гедонистической топики, направленные на чистый интерес познания, они не могут обосновать этот интерес. Потому что каждое из этих высказываний может быть воспринято только как часть откровения. И в этом смысле, например, Декарт, утверждая когета, ничем не отличается, например, от библейского пророка, который говорит, что непосредственно он говорит от лица Бога, следовательно, не имеет никакого собственного интереса, а имеет исключительно интерес Бога. Следовательно, интерпретация откровения и передача его в качестве учебного здесь невозможна. И здесь на выручку приходит Кант. И Псолидас как раз говорит о том, что, по сути дела, Кант по-новому переопределил суждение. То, что называется, собственно, по-гречески, было переведено двумя способами, крисис и крима. И, собственно, здесь как раз интересное. Возник уже филологический казус, потому что греческий язык позволяет, собственно, образовывать две формы от глагольного существительного, собственно, форма женского рода, крисис второго склонения, и форма крима, соответственно, с третьего склонения среднего рода. И, собственно, крисис, он ассоциируется с диакрисис, то есть способности различать, рассуждать. Это слово было очень важно в тогдашней программе образования, что тот, кто обладает крисис, тот и хорошо учится. То есть тот, кто, например, не путается. Например, человек, который не путается в грамматике, пишет без ошибок, он обладает бесспорно этим крисис, то есть этим суждением. В то время как слово крима, оно стало... В нем произошло известное смещение, потому что в новореческом языке оно стало означать осуждение или даже сожаление. То есть некоторый результат произведенных суждений и в любом случае нечто неприятное, нечто, никаким образом не связанное с гедонистической топикой. И здесь как раз при этом Солидас прямо не указывает, какие сочинения Канта он читал и даже не очень ясно, читал ли он сами труды Канта или читал в пересказе. Первый был, собственно, это был Кумас уже в XIX веке, который написал книгу под названием «Философское установление». Так можно, наверное, ее перевести. В которой он как раз прямо уже цитирует и критику чистого разума, и критику способности суждения, как ни странно. При том, что... И как раз про Кумаса мы знаем, что как раз он Канта изучал по первоисточникам, свободно владел немецким языком, и, судя по всему, прочел критического Канта довольно хорошо. И более того, он прямо на него ссылается, как на один из источников установления. И впервые, собственно, именно Кумас начинает в Греции употреблять выражение «критическая философия», применительно к Канту, которое до этого мы не встречали в греческих источниках, и объясняет, в чем особенность критической философии. Что, прежде всего, она состоит в том, что мы, с одной стороны, не теряем существующие вещи, а с другой стороны, не приписываем существование несуществующим вещам. Опять же, Кумас сохраняет главную установку в вопрос о том, как возможно откровение, и как возможно познание, и как вообще возможно познание. При этом здесь происходит очень интересно. Кумас изначально принимает, в общем-то, Кантовскую известнейшую схему о, собственно, трансцендентальной перцепции и о том, что познание трансцендентного в принципе невозможно. Но объясняет это таким образом, что разум, в принципе, не справляется с собственной дискурсивной функцией, именно потому, что он является обязательным. Если все люди, рассуждают, Кумас одинаково пользуется разумом, то никакое объяснение разумом не может стать дискурсом, то есть не может стать нормирующей речью для других разумов. И получается очень интересная вещь, что разум, в принципе, мог бы постигать Бога, но это, в общем-то, не нужно, потому что тогда бы он просто бы объяснял и трепал бы, в общем-то, имя Бога, там, где, в общем-то, разум любого человека может познать единство Бога. В каком случае? И при этом Кумас исходит из того, что на самом деле, конечно, все люди познают Бога и познают его не только, и познают его как нравственный императив. И здесь получается, что, но Богопознание, он представляет собой, себе, пытается представить себе именно не в ключе патристики, а в ключе канта, как именно принятие существования Бога как требование, собственно, практического разума. При этом здесь происходит тоже следующее филологическое смещение, поскольку уже скоро я завершаю, как раз о нем я расскажу. А именно вопрос о том, как переводить понятие о практическом разуме. Понятно, что чистый разум легко переводится на греческий как «катарос логос», и, в принципе, тут не нужно давать никаких определений, здесь просто калькируется, тогда как практическое можно переводить как «практикос», то есть действующий, как «прагматикос», то есть имеющий отношение к вещам. Кумас, в конце концов, предпочитает говорить о «прагматикос», то есть разум, который не путается с вещах, то есть разум, который способен принять Бога как практический императив, это разум, который не принимает никаких химер, который не приписывает существование несуществующему, Ну, то есть разум, по сути дела, честный перед собой. Но он ставит вопрос, а каким образом мы честны перед собой. И решает его, опять же, можно было бы его решить в ключе картезианской достоверности, но он пытается опираться именно не на картезианскую достоверность, а на кантовское понимание функции разума. И он очень просто делает последний, собственно, шаг. Он утверждает, что, по сути дела, прагматичность, то есть способность работать с вещами, это возможность обозревать вещи некоторым единым актом. То есть, чтобы убедиться, что какой-то вещи не существует, мы должны выяснить, а какие вообще вещи существуют и каких вещей не существуют. Чем-то это напоминает, например, сосюровскую модель, где мы знаем, что лошадь называется лошадью, потому что мы знаем, отличаем знак по системе оппозиции от других знаков, потому что это не корова, она не выглядит как корова и не называет словом корова. Мы звуки слова корова не путаем со словом лошадь. И здесь Кумас сделает вообще решающий такой шаг. И он говорит о том, что мы должны в результате обозреть как бы все вещи. Что одной картезианской достоверности он говорит недостаточно, потому что по Декарту получается, что мы никогда не видим до конца себя, мы не знаем, что, может быть, в нас скрывается какой-то гедонизм или какие-то порывы, которые мы не учли. Так как Кант, требующий моральной честности, он гораздо лучше подходит, чем Декарт. Декарт еще может допускать какое-то нравственное жульничество, а если грекки будут учиться по Канту, они все станут очень честными людьми. Вот, потому что не остается вот этой области как бы умышленного в тебе. Ясно, что про эту область умышленного, опять же, он говорил в таком барочном, риторическом смысле. Ну, как в романе всегда есть область умышленного. Собственно, роман, поэтому интересно читать, что мы до конца не знаем, что еще может выкинуть герой. Вот в некотором смысле Декарт для него это такой герой романа. А, соответственно, Кант, это уже не уровень романа. Но вот что означает обозреть все вещи неким одним действованием ММА. Здесь, конечно, он использует слово энергия, которое, конечно, в греческой традиции связано с Исихасской революцией поздней Византии. И оно именно в таком качестве воспринималось, а учитывая, что Афониады и другие учреждения XVIII века, они очень многое сделали для реабилитации Исихазма в качестве программы, собственно, аутентичной греческой философии, то это не случайно. И получается, что разум, он обладает некой энергией, и, собственно, возможность разума, в конце концов, не спутать правду и ложь, именно это и оказывается доказательством того, что разум состоит в каком-то отношении к Богу, и, следовательно, существование Бога оказывается необходимым. И так соединяется кентянство, как утверждающее непосредственно факт существования Бога в качестве императива практического разума, и Исихазм, который утверждает, что Бог познаваем именно благодаря некоторым энергиям, энергия состоит в том, что человек может стать полностью чистым в нравственном и интеллектуальном отношении, и, соответственно, познать Бога, как он есть. Причем познавать Бога в его непостижимости. Вот в Исихазме уже заложено это такое гносиологическое противоречие, что Бог познается в качестве непостижимого, которое, конечно, говорит о том, что византийская мысль нуждалась в критической философии, и русские мыслители, как раз начиная с Николая Глубаковского, которые занимались Исихазмом, как раз говорили, что беда Византии только в том, что там не появилось своего канта. То, что тогда бы Палама бы не путался, или Максим Исповедник еще за много веков до Паламы, в том, как можно постигать непостижимого, и как Бог одновременно постигается и остается непостижимым. И, соответственно, с этим, конечно, связана и та проблема свободы воли, которую тоже приходится и Кумасу, и другим критинцам решать. И здесь, конечно, происходит тоже очень интересная вещь, что фактически вопрос о виль и вилькюр, о воле, так сказать, и произволе, то есть о возможности действовать свободно на интеллектуальных основаниях, возможности действовать свободно на основаниях самой свободы, она превращается в вопрос, конечно, греческой элефтерия, но поскольку элефтерия понимается тогда крайне политизировано в связи с борьбой греков за собственную свободу, то и получается, что вопрос о свободе воли ставится с одной стороны как элефтерия, соответственно, то, ну, или, значит, ума, или ту логу, значит, как свобода разума, а с другой стороны ставится вопрос об элефтерии как необходимой части практики, и необходимой части вещей. То есть декларируется, что вещи свободны, и что, в конце концов, политическая свобода является императивом, именно потому, что не только люди, но и вещи сотворены Богом свободными. В результате кантианство становится радикальным, именно не гигельянство становится, а кантианство такой алгебры греческой революции, и из вот такого нескольких метаморфоз, таких вот философий, которые я осветил в своем, по необходимости, коротком докладе, и происходит тот радикальный радикализм революции, который соединяет политическое и надполитическое понимание свободы. То есть элефтерии – это то, чем Бог наделил не только людей, но и вещи, и люди, понимая существование Бога как императив, должны бороться за свободу.